Здравствуйте! На телеканале Десна ТВ Новости в студии работает Олег Соловьев. 12 января прошло первое в этом году заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главе города Андрею Шубину доложили о работе учреждений в прошедший праздничный период и текущей эпидемиологической ситуации. Так, основная нагрузка традиционно пришлась на медсанчасть. Несмотря на высокий оборот больных, пневмонией и коронавирусом, удалось несколько разгрузить ковидный госпиталь. Сейчас там 67 человек. Амбулаторная помощь оказывалась более ста раз ежедневно. Цифра у нас до этого была под 200, там 180, 150 в декабре месяце. Сейчас вызовов у нас 100, в принципе мы значительное количество пациентов, которые были на больничных листах за праздничные дни, выписали. На 12 января нарастающим итогом в Десногорске зафиксировано 1671 положительный случай ковида. Выздоровевших 69 процентов, 1155 человек. Карантинных мероприятий в городских организациях, в том числе школах и детских садах, не проводится. За прошедшую неделю заболело, переболело всего 9 человек ковид-инфекцией, 6 человек пневмониями. То есть, видимо, вот это разобщение у нас, каникулы так называемые, они дали свой результат, наблюдается снижение. В основном болели люди старше 50 лет, дети не болели. В городе началось вакцинирование препаратом от коронавируса «Спутник Ви». Партия из 300 доз вакцины поступила в распоряжение медсанчасти накануне Нового года. В первую очередь препарат получит так называемый контингент первого этапа – врачи, учителя, сотрудники полиции. Вы на контроль возьмите этот вопрос, и мне, соответственно, потом докладываю по результатам. То, что касается правоохранительных органов, коммунальных служб, я думаю, что руководители все слышали. В рабочем порядке решаете вопрос медсанчастью. Ранее принятые особые эпидемиологические меры остаются актуальными. К этому относится ношение масок в многолюдных местах и запрет на проведение культурно-массовых мероприятий. Управление по делам ГОИЧС Десногорска проинформировало о месте проведения крещенских купаний. Традиционным стал источник в честь иконы Божьей Матери Казанская. Верующих там ждут 18 января в понедельник 22.00. При этом ведомство распространило рекомендации для желающих совершить обряд. Между тем, некоторые города-регионов России в этом году решили отказаться от традиции купания в проруби из-за эпидемии коронавируса. Такие мероприятия отменены, например, в Томске, Перми, Югре, на Ставрополье. Однако бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко заявил, что не считает пандемию коронавируса препятствием для крещенских купаний. Он отметил, что и сам намерен окунуться в проруби. В завершении выпуска прогноз погоды. 14 января в Десногорске холодно, при этом ожидаются сильные снегопады. Днем минус 10, ночью минус 18. Оставайтесь с компанией Десна ТВ. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин